всем привет сейчас мы хотели посмотреть видео вот мы тут нашли в интернете называется откуда корейцы россии я думаю многим интересно ну и нам бы хотелось тоже посмотреть что же в этом видео нам скажут ну давайте посмотрим поехали не часто задают вопрос кости а какой у тебя настоящее имя от из северной или из южной кореи а как ты так хорошо выучил русский язык я пришел к выводу что очень многих людей в россии нет особого понимания откуда же здесь велись корейцы что они здесь делают или же они думали и в этом видео откуда мы здесь взялись и также хотел вам сказать что это видео делаю совместно с группой которая называется корейцы снг или кориосарам и в этой группе вы сможете найти очень много интересной информации о российских корейцах об их культуре быть и много всего интересного так что обязательно подписывайтесь на группу кориосарам ссылка будет в описании и так я думаю что у многих из вас есть знакомые корейцы или знакомые знакомых у которых есть знакомые корейцы мы их среди вас находимся и вообще если говорить о цифрах то в снг корейцев примерно пол миллиона если говорить россии то нас больше двухсот тысяч и сейчас я расскажу вам о трех типах которые я знаю корейцев которые проживают в россии первый тип индекс видимо я отчасти отношусь это корейцы которые приехали в россию примерно в конце девятнадцатого века потому что тогда корея была не очень богатым государством и люди уезжали оттуда мигрировали в поисках лучшей жизни соответственно часть из них осела на территории нынешнего снг и потом во время репрессий сталинских практически всех корейцев взяли и послали на территории нынешних узбекистана и казахстан и соответственно они там так сказать аборигенами казахами или узбеками начали строить города и государства и я думаю довольно гармонично глядеть потому что особо недовольных не было так что я тоже на какую-то часть корейцы средней азии потому что моя мама приехала из узбекистана и большая часть моих родственников до сих пор проживают в ташкенте алматы и других городах этих стран особо интересного не могу сказать просто скажу что мне кажется это основная масса всех корейцев которые проживают на территории россии в данный момент потому что если вы спросите любого корейца то наверняка у них найдутся родственники в узбекистане или казахстане второй тип это корейцы которые приехали немного позже во время японской оккупации то есть было время когда японская империя захватила корейский полуостров и практически во всех органах власти были только японцы а корейцы были так сказать неподвольными рабами японцев и конечно же многим не нравилось это и появились партизанские отряды и вот мой дедушка прапрадедушка был одним из первых кто вступил в эти партизанские отряды он стал неким генералом партизанским и они дрались не на территории кореи на территории приморья потому что они тогда помогали ссср потому что японцы пытались захватить также и часть ссср на тот момент дрался он очень успешно да так что за его голову японии объявили довольно большую награду и на членов его семьи тоже поэтому он взял практически всю свою семью перевез в ссср и продолжал свою борьбу приморском крае соответственно когда уже срок его службы истек он и сам решил перебраться в россию москву и так и прожил там до самого конца он особо никогда не распространялся насчет своей партизанской деятельности но так получилось что 2001 или 2002 году какой-то историк нашел упоминание о моем прапрадедушке и в этом же году в 2002 президент кореи дал ему медаль посмертно и он стал национальным героем южной кореи а и кстати о вопросе из какой я корея из южной или северной это довольно сложный вопрос потому что мой прапрадедушка переехал еще до разъединения в обеих корей и на самом деле он жил на территории севера так что в принципе если как-то прикопаться то конечно можно сказать что я северный кореец но по-крайней мере гипотетически я бы был северным корейцем а учитывая тот факт что мой дедушка был генералом я бы мог быть самим соответственно второй тип корейцев это те кто попали в россию или в снг из-за войны воевали или же просто бежали от войны подальше ну и третий тип корейцев о котором я расскажу это корейцы сахалина так называемые сахалинские корейцы тоже у них довольно интересная судьба это отдельный тип сахалин японские власти и они там были как так сказать черно работе силы условия их жизни были не очень хорошие как вы сами понимаете и продолжалось это несколько десятков лет и после того как япония капитулировала в войне соответственно эти корейцы стали свободными людьми и у них была возможность вернуться в корею но так как они уже осели у них появились семьи им в принципе нравилось на сахалине они решили остаться и вот так вот они стали гражданами ссср сначала потом гражданами россии и хоть интересное уточнение что до сих пор японцы признают свою имену перед сахалинскими корейцами и японский красный крест предоставляет такую возможность пожилым корейцам которые живут на сахалине переехать в южную корею им там покупаются квартиры и выплачивается пенсии и многие так и поступают поэтому в принципе за это японии можно высказать уважение за то что они признают свои ошибки прошлого и заботятся о нас ну вот это и все что я хотел рассказать о российских корейцах или корейцах снг я надеюсь теперь вы понимаете что мы такие же граждане как и вы мы просто отдельный этнос и вы теперь не будете удивляться если какой-то кореец будет при вас хорошо говорить на русском я надеюсь это видео было интересным и оно вам понравилось и хотел бы выказать благодарность своему другу кириллу скобелеву за то что он дал мне эти прекрасные очки да это нам подарили и также я снимал все это видео на свою камеру я думаю вы заметили что очень красиво получилось так что ссылка на моего друга будет в описании у него тоже есть прекрасный youtube канал спасибо костя я думаю очень многим понравится я надеюсь я надеюсь также как и в начале видео я вам напоминал подписывайтесь на группу корио сарам или корейцы снг там тоже очень много интересной информации но с вами был костя кирилл увидимся в следующем видео пока я немножко пропустила этот кирилл просто дал очки погонять да но он тоже видимо блогер пару раз увидел а ну ладно меня очень поразила фраза хитрый бурят я не знаю почему но людей очень сильно интригует этот вопрос почему допустим буряты выставляют себя корейцами я не понимаю что это за вопрос вообще такое кто-то нам задал такой вопрос я не знаю как на него ответить то ли кому-то буряты не нравится или кому-то нравятся буряты но не нравятся корейцы в общем очень много всего из всего сказанного костей не было ничего такого чтобы хотелось поправить я так думаю вот насчет японцев я не знала то что японцы имеют право переводить а корейцев из сахалина и давать им возможность получать гражданство в корее и покупать им квартиры это немножко это немножко такой вопрос который наверное я не знаю хочется проверить что ли просто нет мне интересно как японцы как японское государство вообще может раздавать кому-либо кому-либо ладно не кому-либо я извиняюсь но в любом случае как японское государство может иметь право раздавать корейское гражданство это немножко интересный вопрос где-то странно где-то даже ну я не в общем короче это да это вопрос который хочется проверить и очень интересно вот то что видео было таким познавательным и не содержание было просто наикрутейшее большое спасибо пра-пра дедушки кости на пра-пра дедушки кости за его глаза то что он так сражался вот и запознавательное видео ну смотря это видео я тоже нашел для себя много интересного может что-то я и знал но не так точно очень короткая ночь поляра видео получилось на самом деле еще хотел бы немножко тоже какую информацию найти в интернете и читать еще более углубленно российских корейцев не только русские спрашивают почему корейцы да знают русский язык но иногда корейцы спрашивают почему вроде ты корейц но ты не знаешь корейского языка так что это видео на самом деле все были бы субтитры корейские было бы очень полезно корейцы постоянно задают такой опрос и хотелось узнать немного о русских корейцах на сегодня все спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео пока